Ребята, всем привет! Хей-оу! Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему здесь нет Леши с нами. Но ответ очевиден. Я начала сомневаться в наших отношениях с Лешей, потому что он стал постоянно скрываться от меня. Он стал отменять наши свидания, отменять наши встречи. И вот я задалась вопросом, а не изменяет ли он мне? И в этом мне поможет Даник. Я не понимаю, чем тебе надо помочь, Эля. Ты сейчас все узнаешь. Короче, я хочу, чтобы ты за ним проследил. Эля, ну слежка это всегда очень сложно. Это надо найти камеры, потом их поставить, найти микрофоны, костюмы. Очень сложно. И что тогда делать, Даня? В общем, можешь идти домой, а я что-нибудь придумаю. Я могу тебе доверять? Да, можешь. Все, давай, до встречи. Я решила, что я не буду целый день ходить за Лешей, ведь это долго, и нужно готовиться, а вообще он меня может увидеть. И я придумал гениальную идею. Сейчас вся жизнь человека в его телефоне. И я выкраду телефон Леши. Вы спросите, как ты это сделаешь? Я заказал китайскую поделку 12-го айфона. Это такой же телефон, как у Леши, и я попытаюсь незаметно его подменить. Надеюсь, у меня все получится, погнали. Ну это мне еще больше нравится. Ну это очень круто бы видеть, на самом деле. Так, а что если нам добавить еще вот эту вот фишечку, а? Да, это все очень мощная идея. Так, Даня, какая у нас акция? Если ты покупаешь мерзи до конца этого месяца, то получаешь плакат с нашими автографами. Блин, правильно, а что ты тут снимаешь на свой канал? Да, на свой канал видим. Ну, а какое? Секрет, вы пока что не знаете. Короче, кстати, ребят, переходите по ссылке в описании, покупайте мерзи до конца этого месяца, и вы получите плакат с нашими автографами. Ну понятно, ладно, да. Ребята, чтобы переходить по ссылке в описании, берите крутой мерзи, станете счастью нашей команды. Так, вы все разговариваете вообще? Мы, короче, придумали такую крутую штуку для мерча. Дневники, прикинь? Ты будешь просто индивидуальным в классе. Ни у кого-то кого не будет, кроме тебя. Так, пацаны, а у меня еще одна идея появилась. Крутая игра на телефон, а? Реально? Какая? Ну, это будет прикольно, расскажи. Ну, с кубиком нашим. О, с кубиком. Это ж можно реально что-то классное придумать. Там куча всяких схем надо. Ну, надо подумать еще подумать. А если делать что-то похожее на Бравл? Даня, Даня, как тебе идея? Даня, просись, Даня. Ты что, не слышал? А что? Как тебе идея? Да, крутая. Ну, кстати, вы видели тачку там спортивную? Офигенно стоит яркую. Там вроде Урус такой голубой. Урус? Урус? Урус, серьезно? Для парковки, да. Сфоткаешь меня? Быстрее, погнали, погнали. Что ты сразу не сказал? Ехать, быстрее. Что ты сразу не сказал? Ну, я не знаю, залип, вы тут рассказываете что-то интересное. Все, ребята, я пацанов слил на пару минут, и мне надо быстро поменять телефоны местами. Так, это вроде Лешин, да? Да, это Лешин, тут фотка сельничек стоит. Стоит вот так вот, все. Так, давайте еще чехол снимем на всякий случай. И оденем на другой телефон. Давай быстрее, быстрее, я не успеваю. Так, все, супер, у меня есть наш телефон. Так, все, я забрал наш телефон. Где там пацаны? Они, мне кажется, возвращаются. Все, я сижу, типа даже ничего не было. Даня, там не был никого Урус, ты нас обманул. Ну, мы с окна посмотрели с другой стороны, на парковке ничего нет. Ну, в смысле? Он там был, сто процентов он, скорее всего, уехал. Да ты нас просто пранкуешь, еще и видос какой-то снимаешь. Не надо это оправдывать. Да не, серьезно. Все, Даня, не мешай нам, но мы придумаем, куда идей уходить. Хотя, возможно, пацаны, да, он мог уехать. Что здесь стоять? Ну, в смысле, за две секунды уехать? Это Урус, он за секунду уехал. Там девушка с кофе стояла какая-то за нее, может, это ее? Понятно, Даня, ладно, все, не мешай, мы тут крутые идеи придумываем. Это видос снимаешь. Я тогда пошел, не буду отвлекаться. Давай, пока, удачи тебе. Ребята, вы вообще видели? Я украл телефон у Леши. Я просто придумал вот этот вот такой проект про машину, а не поверили, ушли. Надеюсь, Леша не скоро заметит подмену, а мы сейчас бежим к Элле и узнавать все секреты про Лешу. Эля, смотри, что раздобыл, это телефон Леши. Да ладно, как ты его достал, он же все время его носит с собой. Ну, я их чуть-чуть обманул, я сказал, что на улице стоит офигенный Урус, и они побежали смотреть, и я в это время чуть-чуть подменил телефон, и все. Ты серьезно? Да, я сам офигел, что я раздобыл телефон Леши. Даня, посмотри, тут мы на фотографии. Да, я уже видел, это все видел, видел, миленько. А ты знаешь его пароль? Ну, поскольку мы с Лешей постоянно вместе на съемках, и он часто разблокирует телефон при мне, я, конечно же, запомнил. Дай-ка попробую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я разблокировал, смотрите. Да, Даня, тебе надо в программиста идти. Но на самом деле Леша не отличается особой оригинальностью. Но я совсем не знаю, что мы будем делать с этим телефоном, мне страшно, что он узнает. Да успокойся, Эля, самая важная информация находится у человека в телефоне. Но он же не знает, что мы взяли его телефон, это будет некрасиво. Да мы тысячу раз снимали эти ролики с телефонами, я думаю, он не обидится. Ладно, Даня, ты меня убедил, но виноват будешь ты. Ты? Ты? Ты, это твоя идея. Кстати, Даня, я не знаю, как я подписана в телефоне у Леши, вот ты знаешь? Как, я подписан? Да. Я подписан вроде Даня и пицца в смайлик. А вот я не знаю как, так что давай посмотрим. Давай. Ой, смотри, моя бабушка. Прикольно. Так, кто там еще есть? Влад А4, Даня, это я? Почему там нет пиццы? Не знаю, ну смотри, тут Егорик под тобой. Подпиши-ка, чтобы я спицей был. Что за фотка? Что за фотка? Стой. Он офигел. Эта фотка сделала года два назад. Все, смотри, Даня. Ну это круто, а фотка? Давай другую сделаем фотку. Нет. Да так нечестно. Кто там еще есть? Милохин? Ой, смотри, мой папа. Папа Эля. У него в телефоне, наверное, вся твоя семья есть. Я думаю, да. О, тут две Эля. А какая из них я? Не знаю, посмотри по своему номеру телефон. Давай. Эля и точка, это твой? Это мой номер телефона. Я не поняла, почему я с точкой. У тебя было просто Даня без точки, а у меня с точкой. Да может он случайно как-то поставил? Хотел смайлик, случайно перепутал и нажал на точку. Нет, ну это все равно странно, я не понимаю. Ну он тебе просто правильно подписал Эля и точка, типа, окончание. Ну, типа, закончилось предложение. По-моему, ты его отмазываешь, Даник. Да нет, ты чего? Ты понимаешь, что мы с ним каждый день созваниваемся, и он каждый день видит эту точку, и он ее не переписывает? Может ему просто лень? Лень на меня? Эля, не заморачивайся, это случайность. А вдруг он поставил точку, чтобы не вызывать подозрения? У кого подозрения вызывать? У других девочек, например. Да ты чего, у него есть только ты. Оба, а что это? Тут кто-то написал, это Дима. Да это просто наша беседа, где мы там пацанские всякие штуки обсуждаем. Там тачки, деньги, клипы, музыку. Короче, все в таком типе. По-мужицки, так сказать. А вдруг вы меня там обсуждаете, я же не знаю. Да не, у нас там чисто пацанская беседа. А вдруг других девушек обсуждаете там? Да Эля, ты чего? Дань, по-моему, ты меня отговариваешь, так что давай смотреть. Ну посмотри. Так, ну давай посмотрим. Что-то Дима странное тут пишет, что лучше, симпл димпл или попыт? Конечно же, попыт. А голосовые можно слушать? Ну типа да, но тебе не очень приятно будет это слушать. Тогда слушаем. Я просто тебя, дурака, хотел разозлить, чтобы у тебя шло из носа пар и дым, и ты весь красный злой был. Сам ты дурак, не обзывайся. Тупой. Ну это Стас, Дима, чисто. Ясно, я поняла. Вы тут в аквапарк доквариваете сходить? Это Стас написал, а я ничего вообще, я молчу. И меня не позвали даже. То читай дальше. А почему Леша написал, что у меня не получится? Он же даже у меня не спросил. А, стоп, подожди. А, это было вчера. Ну да, ладно, у меня не получится. Дима, на последнее сообщение, я хочу пиццу. У нас же есть Леша телефон сейчас в руках. Мы можем заказать пиццу и использовать его карточку. Ну да, но это как-то неправильно, некрасиво с нашей стороны. Он же даже не знает, что мы взяли его телефон. Получается, мы даже воруем у него. Да я потом ему на карту скину, все нормально будет. Это будет такой мини-пранк. Обещаешь? Да, обещаю. Тогда давай. Так, мы зашли в браузер, и тут доставка 0 рублей. Тут какие-то картинки Леша смотрел. Так, а где пицца вообще? Главное не с ананасами. С ананасами тоже вкусная. Как вообще можно кушать пиццу с ананасами? Они же отвратительные. Да нормальная пицца. Все, мы заказали нашу пиццу, она уже в пути. Сейчас покушаем. А сейчас, Эля, давай зайдем в галерею. Даня, смотри. Он отработал нашу фотку с сердечками и подписал Майло. Ну это мило, даже очень мило. Я рад за вас. Так, давай дальше смотреть. Давай. Это что, Леша? А, нет, это до пиццы приехало, скорее всего. Ты уверен? Ну пойду в глазок, посмотри, если Леша прячь телефон. Давай. Да, не очень долго. Может быть, реально Леша пришел. Эля, плохие новости. Соус не положили. Да, не ты меня напугал. Да реально, почему в пицце нет соуса, я не понял. О, да, мы сейчас поедим. Ребята, напишите в комментариях, какая ваша любимая пицца. Вот моя пепперони. Ой, ну все, Даня, я наелась. Я почти тоже. А может быть, еще что-нибудь закажем? Даня, не борзей, но это же не наши деньги. Ну да, ладно. Я столько не потяну. Даня, кто это? Я не знаю. Это прикол? Я клянусь, я не знаю, кто это такая. Почему она в купальнике? У меня слов нет, я не знаю, реально. Почему она у Леши в телефоне? Кто это? Это его лучший друг, ты должен знать. Я серьезно, я тебе так клянусь, что я не знаю, кто это. Может это просто спам или какая-то картинка, или... Может он тебе подарок выбирает какой-нибудь. А если нет? Да успокойся, Эля, все нормально. Может это скриншот неудачный, когда блокируешь телефон, такое бывает. Тут обрезы на фотографии, это не может быть скриншот. Давай просто уйдем с галереи и зайдем в браузер, там тоже много всего можно найти. Эля, по гороскопу. Что? А кто ты по гороскопу? Я рыба, а ты? Дева. А, ну все ясно, купить купальник мужской. Чего? Что это? Что это такое? Зачем это, Леша? Может он опять в Дубай собрался? Так, я не хочу больше это смотреть. Я тоже не хочу. Как стать миллиардером? Пошаговая инструкция. Купить розы. Когда тебе Леша последний раз розы дарил? Он мне дарит цветы только, когда я снимаюсь в роликах, поэтому я не понимаю, что это. Тут еще и ресторан Минск. Блин, ну, может он себе хочет сюрприз такой сделать? Что-то мне это не нравится. Там фотография в галерее, еще розы и ресторан. Что это? Мне кажется, он тебе просто хочет сделать подарок. Когда у тебя день рождения? 25 февраля. А мамы день рождения? Было. А может он своей маме решил подарок сделать? Купальник, розы, ресторан... Ладно, как-то не складывается. Да ладно, Эля, это просто совпадение. Мне кажется, Леша искала ресторан, чтобы самому покушать пойти. Даня, ты помнишь, зачем вообще эта вся проверка? Потому что я сомневаюсь в наших отношениях, а тут такое. Даня, я вообще не понимаю, что это. Да это просто совпадение, Эля, просто совпадение. Это Леша, походу. Даня, куда телефон? Тостер, тостер. А что вы тут делаете? Здорово, Леха, ну мы тут видос на мой канал снимаем. А, я понял, ну ты сегодня рассказывал уже, а почему меня не позвали? Ну, потому что ты сказал, что ты был занят. Ну, тоже верно, ну я уже освободился, давайте вместе снимем. Нет, Леша, это нелогично, мы уже почти его досняли, а ты тут резко появляешься. Ну ладно, ты права, пойду хотя бы поем тогда. А зачем ты пришел вообще? Ну, хочу поесть, отдохнуть, сейчас свой любимый бутер забахает. Понятно. Даня, нам надо что-то придумать, сейчас полезет в тостер. Скажи то, что хлеба нет. Да, точно. Леша, Леша, Леша. А, что? Даник весь хлеб съел сегодня. В смысле, я же его только купил. Ну там нутелла вкусная, Уэля. Ну, Даня, ты, конечно, свиньё, а мне что-то сейчас захлебываете. Ну, получается так, блин. Кому-нибудь что-нибудь купить ещё? Прости, ну, ты можешь купить. Ещё нутелла. Ещё нутелла. Я тоже банку съел. Дорого, Даня. Ладно. Только нутелла и хлеб нужен? Да, нутелла и хлеб. Батон. Хухухуху, он нас чуть не спалил. Ты понимаешь, он сейчас придёт, ему в магазин 10 минут ходить. Давай быстрее посмотрим, что у него ещё есть и всё. Да, давай. Ой, ой. Нормально у тебя такой тостер, телефон и готовый даёт. Ладно, на, залезай быстрее. Куда ещё? Заметки ещё есть, что ещё? А давай зайдём в него инстаграм, пока его нет, быстрее просто. Я боюсь там ещё что-нибудь найти, Даня. Да ничего не найдём. Ого. Он общается с фан-аккаунтами. Ой, это круто, я тоже общаюсь. Это вообще круто. Ну, я тоже общаюсь, но не так много, как Лёша. Лёша молодец. Вот и сама первая, кстати. А давай кому-нибудь ответим. Давай, вот. Видео запишем. Давай. Мы тебе записываем видео привет от Лёши. Ну, тут нет Лёши, тут есть только Эля и Даня. И, ну, прости, но всё равно, тебе привет большой. Ты попала в ролик. Так, ну что, давай отправлять? Отправляй, давай. У неё, кстати, на обоих стоит измерчая фотка. Уважение, уважение просто. Так, тут его друзья. Тут даже я есть. Почему я так далеко? А я опять под Егориком. Реально. Это Егорик под тобой. Надо... Так-то лучше. Блин, ладно, давай, что-нибудь другое. Окей, а что ещё есть на телефоне? Заметки, например. Ну, заметки там такое, если мне кажется. Алена с сердечком, да, Аня? У нас даже запись экрана выключилась. Что такая Алена? У меня два вопроса. Почему у меня стоит точка? А у какой-то Алены сердечко? Я... Нет, я... Да, наверное, Алена может с команды нашей, но у нас нет в команде. Ален, может, я не знаю, какой-нибудь менеджер его. Какой менеджер? С сердечком ещё. Я с точкой. Какая-то Алена с сердечком? Ну, и я тоже без сердечка. Нет, всё, хватит. Тише, Эля, успокойся, успокойся. Всё, хватит. Я больше не могу. Всё, успокойся. Даня, у меня есть к тебе вопрос. Ты совсем дурак. Что? Да хлеба не было тостового. Что, у меня теперь без ужина оставаться? Так нарезной надо было купить. Так не было. Там только вот это цельный, и он в тостер даже не залезет. Лёша, Лёша, Лёша. Что? Беги. Зачем? Я вошёл. Я не понимаю, что происходит с нашими отношениями. Кто это Алена? Что за ресторан? Что за цветы? Что за девушка? У тебя голая фотография. Эля, расслабься. Ты слишком себе накрутила в голове. Алена — это моя тётя. Цветы — это для Стаса девушки на день рождения. Помнишь, мы говорили, что подарок надо какой-то выбрать? И ты сама мне это вкинула. Найди что-нибудь. Я нашёл цветы. Почему тогда у твоей тёти стоит сердечко, а у меня точка? Эля, потому что телеграм сам у неё поставил. Она написала в своём описании «Алёна сердечко», я её добавил в друзья, и у меня автоматически в телефон сохранилось такое имя. Понимаешь? Покупальнику — это я тебе выбирал. Помнишь, ты хотела какой-нибудь крутой, я нашёл и думал тебе показать. Так что не накручивай себе всякой дичи. Тогда почему ты отменяешь наши свидания, и мы с тобой почти не видимся? Эля, я тебе хотел сделать сюрприз, забронил столик в ресторане, заказал цветы, но нам экстренно надо было снять ролик вот этот с монашкой, и всё пошло по одному месту, и мне пришло всё отменить, понимаешь? У тебя всегда всё так. Ну, такая жизнь блогера, надо кучу работать, кучу роликов снимать, чтобы ребятам нравилось. Даже сейчас мы какое-то видео снимаем, я пока не понимаю, какое, но походу догадываюсь. Расскажи, зачем тебе был вообще телефон мой? Да я не понимаю, ты мне постоянно врёшь, что ты не рассказываешь, постоянно что-то скрываешь, что мне ещё думать? Да, мы пошли, украли твой телефон, я вообще хотела, чтобы Даня за тобой проследил. Эля, всё, нормально же всё, ты посмотрела, у меня всё чистенько, я не с кем ничего, я просто снимаюсь, постоянно и работаю, так что не надо тут плакать, держи себя в руках. Хочешь, мы что-нибудь вместе с тобой посмотрим, вообще что угодно, можем любую фотку, любую переписку. Хочешь, даже покажу тебе историю своего браузера, это вообще любой пацан скрывает. Мы уже смотрели. Серьёзно? Да. И даже закрытые ссылки? Нет, туда я не лезла. Давай покажу тебе. Нет, я не хочу себе ещё больше портить настроение, я не знаю, что ты должен сделать, чтобы я тебя просила, Лёва. А я знаю, Лёва, я просто сейчас тебе хочется покажу, и ты сразу же поменяешь мнение обо мне. Так, Лёва, не смотри, не смотри, чтоб тебя прям максимально это устроило. Опа, готов. Почему там хрюшка? Ну потому что ты ещё та хрюшка. Ну смешно уже, помнишь, у нас даже была фотка со свиньёй? В моей галерее только фотки с тобой и со свиньёй. Да. Ну то есть, поняла, прикол, да? Лёш, я тебя сейчас убью. Ну всё, настроение поднялось? Ну так, не сильно. Кстати ли, у меня есть ещё одна хорошая новость. Какая? У меня завтра выходной. Целый день? Ну да. Прямо целый? Ну да, сейчас. А, ну почти целый. Два часа от свободного времени. Можем сходить поесть. Да ладно, всё, я все планы отменю и потусим целый день. Как тебе? Обещаю. Обещаю. Честно? Честно. Даю слово подписчикам и на камеру. Хорошо. Давай на низинице поклянёмся, что больше мы с телефона друг друга не едем. А что, тебе есть что скрывать? Нет. Фух, я сбежал с квартирой, я не знаю, что там у них происходит. Надеюсь, всё будет хорошо, Лёша с Алей помирится. А вы можете, ребят, написать в комментариях, чей мне телефон ещё своровать. И устроить свои грязные делишки. А на этом ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok